Далее в выпуске наша ежедневная рубрика «Дворнадзор», в рамках которой мы освещаем те придомовые территории, Саратова которой нуждаются в срочном ремонте. И их должны привести в порядок уже в этом году. И сегодня наша съемочная группа отправилась во дворы домов по улицам Большая Садовая и Вторая Садовая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В дворах на этой улице одна и та же проблема. У каждого жителя с дорогами связана своя история. Некоторым она запомнится на всю жизнь. Я вышла из дома, пошла платить за квартиру, выкинула мусор и вот здесь подвернула себе ногу, упала, сломала. Короче, и делали операцию. Четыре месяца я лежала, вот собрали все, спицы и болты. И пластины стоят. Но прогресс все-таки есть. И говорят жители дома номер 138 по Второй Садовой. Неделю назад во дворе установили новую детскую площадку. Но забыли ее оградить и обустроить. Здесь-то песок с пылью. И песок этот, он, бог знает сколько лет, уже в прошлом, по-моему, году привозили машину песка, вот уже своими силами. Ну, вообще, вот я так видела, площадочки, у которых мягкое покрытие, мягкое резиновое покрытие. Конечно, они комфортные, конечно, и дети чаще, и маму удобнее. Мам бы тоже хотелось бы такую емкость. Возможно, этот песок, говорят жители по документам, и есть то самое современное покрытие. Ведь уже известно, в некоторых случаях сметы сильно завышены. Контроль за ними и за качеством возложен на губернатора и главу городской администрации. Наш телеканал в том числе проследит за порядочностью подрядчиков. Свою оценку дадут и жители в наших сюжетах. Мария Смирнова, Станислав Жижин, Олег Бирюков, Саратов-24. В список подлежащих ремонту попали 100 дворов областного центра. Однако сама программа рассчитана на три года. Если ваш двор тоже нуждается в кардинальных изменениях, и вы готовы рассказать об этой проблеме, пишите нам на почту info.saratov24.tv Либо звоните по телефону 705-755. В настоящее время к нам в редакцию уже поступило около 600 обращений. Каждая поступившая заявка будет рассмотрена. О проблемах ваших дворов, уважаемые телезрители, мы обязательно расскажем в информационных выпусках Саратов сегодня. Те фотографии и видео, которые вы нам присылаете, также лягут в основу сюжетов.